привет друзья меня зовут александр зигфрид и я приветствую вас на моем канале вчера я вам предоставил фильм о моей ленточной пиле не маленький обзорчик тема сегодняшнего фильма это вторая часть из цикла фильмов о стационарных станках которыми я работаю и сегодня речь пойдет в циркулярном станке вне циркулярно фрезерном станке это комбинированная машина состоящая из двух элементов объединенных в одном корпусе фрезером как таковым я не пользуюсь мне не очень часто пользуюсь так как у меня имеется другой стационарный станок которыми основные работы свою волна циркулярным станком я пользуюсь часто вернее можно сказать все время так как это основная моя машина в принципе можно было с этой машины начать обзоры но я как-то предпочел сначала ленточную пилу в общем сегодняшняя тема станок это конечно не фельдер или альтендорф или еще какие-нибудь другие знаменитые фирмы но хочу сказать что достаточно солидный герет достаточно солидный аппарат фирмы гео переводится гепхарт унтаугенштайн немецкая фирма и тип тип тс 900 вообще то это итальянская машина это касадай все элементы произведены в италии но собрано это все было в германии какие моторы стоят два мотора по три лошадиных сил и каждые два и два киловатта один приводит движение фрезерную часть 1 циркулярную вся машина состоит из железного корпуса это толстая жесть тоже такая также как и на моей ленточной пиле и плита это чугунная массивная плита вот здесь с задней стороны вы видите кусок такое это в прошлом сзади еще стоял фуговочно рейсмусовый станок это была машина с которой можно было производить пять операций долбежник тоже присутствовал но со временем это все убрали осталось циркулярка с фрезой достаточно простенькая машина каретка здесь вот такие два ведущих элемента на них висит вот эта штанга 35 миллиметров толщиной диаметром и закреплена вот это вот каретка как бы сказать эта каретка поднимается ставится на эту ногу и у вас получается такой поперечный поперечный стол это поперечная линейка это продольная я вам сейчас покажу как это выглядит с обратной стороны вот это здесь находится штурвал для подъема циркулярного диска электрическое обеспечение плюс еще вот это вот штанга с помощью ее можно переставлять диск под различным углом выход диска при 31 саниметре вернее при 30 с половиной саниметрах диаметре диска порядка 10 саниметров выход вала на фрезере порядка 15 саниметров что достаточно уже много максимальная ширина распила 75 саниметров максимальная длина принципе не ограничена ограничено только мастерской это вот так выглядит с этой стороны и вот так вот выглядит с передней стороны здесь находится дверь которая облегчает доступ к фрезерном фрезерной части там стоит мотор и плюс весь перри переставной механизм для поднятия вала которая осуществляется с помощью этого штурвальчика здесь в этой части отверстия я могу принципе снизу закрепить ручной фрезер еще аспирация аспирация подключена к циркулярки этот же шланг можно использовать вот здесь сверху когда ставится параллельный упор для фрезера он также оттягивает стружку вот такая машинка вот достаточно компактно длина стола 90 саниметров о чем говорит и это как раз обозначение ширина стола порядка 60 саниметров вот здесь еще находится такой паз в этот паз я могу принципе дополнительно вот этот элемент вставлять эти вкладыши вкладыш фанерный с многослойной фанеры я их много наделал для различных дисков для различных фрезеров это все я могу выполнять с этой машины вот такой вот маленький компактный станочек который очень долго служит мне и очень хорошо служит в принципе какие-нибудь встроенные шкафы или шкафы купе высотой два с половиной метра и ширина глубиной 60 саниметров для этого станочка вообще никакой проблемы или трудности представляет очень хорошо работает единственное что у него немножко не продумано сделано было завода это перестановка под углом это немножко хлюпенькая вот тут но я наловчился в принципе для меня это подходит с помощью дигитального или цифрового приборчика это можно все настроить до какой-то доли градусов это все возможно вот такая вот штука максимальная ширина распила 65 саниметров хотя вот этот стол он двигается намного дальше но я могу если допустим дсп платы это все 65 саниметров спокойно обрезать очень такой станок кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч на моем канале следующее следующее видео или следующий фильм будет пока